Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрый день, с вами Радио Бум. Настало время большой перемены, и я ее ведущая, Долгор Церинжапова. А сегодня мы поговорим о теме гражданская журналистика, так о хобби, как увлечении, которому посвящают себя люди разных профессий. Данное явление получило широкое распространение с развитием интернета и новых цифровых технологий. А сегодня в гостях у нас Юлия Ковтуненко, автор сайта iRecommend. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Как я упоминала ранее, гражданская журналистика – явление довольно распространенное. Сегодня каждый с помощью технологий может задать свой инфоповод, рассказать историю со своей точки зрения. Расскажите, какими направлениями занимаетесь вы, тематика ваших статей? Ну, как я уже говорила, как вы уже сказали, что я являюсь автором сайта iRecommend. Это довольно популярный сайт среди молодежи и разных категорий возрастных. Какие у меня темы? У меня темы разные. Начиная от отзывов, рецензий на фильмы, заканчивая продуктами питания, услугами различными. Темы разные. То есть вы пишете отзывы на то, что используете сами? Да. На то, что я использую сама, либо на то, что я посмотрела, увидела, где побывала, какие фильмы видела. Ну, в данный момент я пишу в основном отзывы на патриотическую тему. То есть я стараюсь больше заниматься этими вопросами, вопросами патриотизма в нашей стране в том числе. Так, расскажите, как все это происходит? Где вы берете идеи для статьи? Расскажите о процессе от идеи до публикации. Есть ли на вашей платформе какой-то регламент? Статьи должны быть длинные, короткие? Или вообще нет никакого регламента? Есть правила сайта. Соответственно, размещены они на платформе, на самой, прямо так, там можно ознакомиться и нужно. Все авторы, которые зарегистрированы там, они обязаны ознакомиться с правилами. Регламент, как таковой он, конечно, есть. Можно написать 500 символов, а можно, да сколько души влезет. Ну, допустим, 500 символов, это минимальное. Фотографии точно так же, скрины различные, они тоже здесь значения не имеют. Можно без фотографий, можно без скринов, если вот так. А для фотографии, для этого же нужен какой-то опыт? Есть ли регламент к качеству фотографий? Есть. Фотографии не должны быть перевернуты, замутнены. А, ну, мне кажется, это стандартный рекламент. Качество фотографии должно быть соответствующее. Вы можете не быть профессионалом в этой области, но минимальное требование автор должен, если он вставляет свои фотографии в свое произведение, он должен их, ну, то есть минимальные правила должны быть соблюдены. А что насчет идей? Откуда вы берете? Что насчет идей? Идеи, как у всех творческих личностей, они возникают спонтанно. Допустим, я недавно опубликовала рецензию на фильм «Хирург». Вышел он где-то примерно 10 лет тому назад. Был такой проект. Его запустили, он назывался «Я сибирской породы». Цель проекта была о том, как у известных личностей, которые отдают свои профессиональные навыки здесь, в нашем регионе, в Сибири, и почему они не уезжают за границу, какая у них мотивация. То есть режиссер исследовал эту мотивацию. Первым фильмом проекта стал «Хирург». Он был посвящен, вернее, Юрию Козлову. Это известный хирург международного уровня. У него очень много наград. И по тем сведениям, которые озвучены в фильме, у него больше 10 тысяч спасенных жизней. Он родоначальник одной из ветки какого-то направления, скорее всего, неонатальной хирургии. Вот он родоначальник одного из направлений. Кто что знает о Юрии хирурги? В нашем регионе он хорошо известен, а вот в других регионах он неизвестен. И это очень обидно. Ну, ваш пуст прозвучало как реклама. Перейдем к процессу написания статей. Вот, появилась идея, да? И потом вы что дальше делаете? Появилась идея, значит, написать о Юрии Козлове. Я нашла фильм, посмотрела этот фильм и, соответственно, оценила его. Поставила звезды и написала, что я думаю. Кто такой? Начала с того, что кто такой Юрий Козлов, да? Что он сделал для области? Какие у него награды? Что описывается в самом фильме? Что конкретно будет показано в этом фильме? Саму суть я не разглашаю в отзывах на фильме. Это нельзя. Это спойлер, так называемый. Мы только озвучиваем то, что будет в данном фильме. То, что зрители увидят. И мое личное мнение к этому. Расскажите историю первой статьи. Как вы начали вообще писательскую деятельность на таких вот платформах, как iRecommend? Вы знаете, я вообще никогда до того момента, как я зарегистрировалась, я не знала о таких платформах. Я не знала, что можно писать отзывы. Я вообще не знала об этом ни о чем. Меня на это сподвигла моя подружка, которая находилась в декрете. Ей нужна была финансовая помощь. А я в это время худела. Я сидела на диете. И она предложила мне написать отзыв на одно из приложений в телефоне. И то, как я худела. Для того, чтобы смотивировать других людей, страдающим излишним весом и борющимся с этим. То есть поделиться своим опытом, как я все-таки достигла каких-то результатов. Я отзыв написала. Подруга моя... Дело в том, что там существует реферальная ссылка. Если кто-то из авторов приглашает еще одного за просмотр отзыва, начисляется процент просмотров тому человеку, кто пригласил. И вот идея была помочь своей подруге. Но подруга на платформе не осталась. Она перестала писать. А меня это затянуло. Это такое хобби. У меня дух захватил. Да, это такое хобби. Настолько оно приятное и затягивающее. Ты приходишь с работы, с учебы и просто наслаждаешься тем, что ты пишешь. Да, все равно, что писать. Дневник, я считаю. Но это так по мне. Расскажите, какие преимущества есть написание вот статей, вести свой блог? Ну, какие преимущества? Во-первых, ты дисциплинируешь себя. Да. Поскольку, если ты не публикуешь в течение месяца ни одного отзыва, твой профиль замораживается, ты становишься неактивным. Это раз. Какие еще преимущества? Соответственно, за каждый просмотр твоего отзыва начисляют сумму денег, небольшую. Так, это получается, если говорить о преимуществах для студентов, то для студентов это дополнительный заработок, как я понимаю. Да, это дополнительный заработок. Хорошо. Какие еще преимущества? Плюс к этому, ты заявляешь о себе как о профессионале в пиаре. В пиар деятельности. Имейте в виду сотрудничество с брендами? Да, да. Бренды могут сами выходить на тебя, видеть тебя в топах, в популярных авторах, выходить на тебя с предложениями по сотрудничеству. Либо ты сам находишь и предлагаешь сотрудничество. Ну, о сотрудничестве еще поговорим. Расскажите, думали ли вы о других площадках? Есть ведь, кроме вашей платформы, есть отзывик, Яндекс.Дзен, Косметиста, что угодно. Да, я на отзывике есть, но у меня там фактически неактивная страничка, поскольку, во-первых, разные условия работы на данных сайтах. Так, есть свои минусы, да? Да, да, где-то какие-то минусы есть, где-то плюсы. То есть это надо, кому как удобно. Я держу страничку на отзывике на всякий случай. Это иногда бывает мне нужно. Хорошо. А как вы считаете, есть ли рейтинг вот этих площадок, где можно писать статьи гражданскому журналисту, чтобы появился новый человек на этих площадках и выбирал, исходя из преимуществ или недостатков? Вы знаете, рейтинг каких площадок? Если касается площадок, где пишут отзывы, это один рейтинг. Здесь, конечно, рекомендую, нет равных. Это мое личное мнение. Есть площадки, так называемые биржи, текстовые биржи, где автор выставляет свою работу на продажу, на реализацию, устанавливает цены. Это, допустим, сайт Adwego, так называемый. Там можно студентам, журналистам очень хорошо подзаработать, если работать, если стараться трудиться. Есть различные талоки, тот же самый Яндекс.Зен. Яндекс.Зен, я, например, меня как-то интересовала эта тема. Я пыталась публиковаться, нет, даже хотя бы зарегистрироваться. И я поняла, что мне он неудобен. Но я как-то видела свою статью на Яндекс.Зен. А, вот как это работает, да? Понятно. Расскажите. Я не знаю, тогда был случай, скорее всего, сам сайт iRecommend Решил поделиться вашей статьей, да? Да, я опубликовал в Яндекс.Зене. То есть я этот вопрос не выясняла. Возможно, кто-то просто слезал. Ну, можем и так сказать. Но давайте перейдем к следующему вопросу. Мы говорили о преимуществах такого хобби. И один из них – это дополнительный заработок. Как же без этого? И в конце концов, практика. Без практики нет опыта, знакомства, в частности, с владельцами различных брендов. И плюсом дегустации их продуктов, насколько я поняла, да? И это умение нарабатывать к тому же целевую аудиторию. Правильно все? Да. Расскажите, какой самый интересный опыт сотрудничества с брендом? У меня на самом деле очень много интересных опытов сотрудничества с брендами. Я один раз пыталась составить список, со сколькими брендами я сотрудничала за два года, то, что я там зарегистрирована. Это оказалось, если в строчку, четыре строчки формата шрифта 14-й таймсу. Как подробно, да? То есть, список длинный, да? Если вы уже два года, то… Да. Но самое интересное – это, пожалуй, сотрудничество с фирмой Polaris. Фирма Polaris вышла на меня самостоятельно. Они меня нашли и предложили мне сотрудничество с ними. Что сделала фирма Polaris? Они мне выслали мультиварку. Так. Теперь эта мультиварка моя. После того, как я опубликовала две статьи на данной мультиварке. Самое интересное, что я плохо и фактически в свои 35 лет, я не люблю готовить и не умею готовить. Отличная история. На этой мультиварке я научилась делать йогурты, десерты. Я очень вкусно на этой мультиварке готовлю наши любимые бузы. Круто. Насчет пос особенно обожаю это блюдо. В силу своей принадлежности к этнокультуре. Ладно. Перейдем к другому вопросу. Мы говорили о преимуществах, а теперь давайте поговорим о недостатках. Перечислите в двух словах, какие есть недостатки. Ну, недостатки это в первую очередь то, что это малооплачиваемо. Не нужно строить иллюзии по этому поводу. А это связано с тем, что именно на этой площадке малооплачивается? Нет? Вы знаете, ценовая категория у всех разная. И есть подводные камни. Я вот, допустим, слышала, что на Косметисте там есть бонусы 25 рублей. Ах, ладно. Для того, чтобы... Это еще хорошие бонусы. Поскольку в Айрекоменде там бонусы совсем другие. За каждый просмотр 5 копеек. Так, поговорили о деньгах. Все-таки вспомним, что писать статьи это все-таки опыт больше. Больше опыт, больше заявление о себе как о творческой личности, как об авторе. И небольшой вот такой вот денежный приятный бонус. Можно эти деньги потратить на сотовую связь, оплатить ЖКХ. Там, ну, в общем, можно с Алиэкспресса какие-то для себя разные косметику купить. И, в общем, в принципе, бонус неплохой. Да? Возможно. Соглашусь с вами. А что насчет правовых аспектов на платформе? Несет ли гражданский журналист, в том числе и автор Айрекоммент и других площадок, правовую ответственность? Вот у нас, журналистов, закончивших университет, есть этот правовой аспект. Расскажите, как у вас дела? На самом деле, извиняюсь, что перебила, на самом деле я поняла вопрос. На самом деле, это очень интересный вопрос и очень такой сыпучий. В том плане, что, во-первых, по правилам сайта, там автор несет персональную ответственность за то, что, за какую информацию он предоставляет. Он несет персональную ответственность. Сайт сам с себя снимает ответственность. И когда вы публикуете рецензию, когда вы публикуете какой-то материал, если вы берете его с определенного сайта, ресурса, вы обязаны зайти и посмотреть ограничения прав на распространение информации. То есть, есть такое понятие, как авторское право. И его нарушать строго запрещено. Каждый автор должен знать об этом. Сама журналистская деятельность, она тоже регламентируется определенными федеральными законами, которые я рекомендую. Прежде чем публиковать какую-то определенную статью, нужно почитать и посмотреть, есть ли ограничения прав. И, соответственно, ложную информацию ни в коем случае передавать нельзя. У меня были в моей практике, когда я столкнулась с тем, что мы, авторы, между собой общаемся. У нас идет непрерывное общение. И вот один автор опубликовал материалы про одного известного медийную личность, про одного врача. Снова врача? Да, снова врача, но очень такого известного, популярного. Я не буду произносить его имя, поскольку даже на свое имя он налагает авторские права. И когда я хотела о нем написать какой-то отзыв, я увидела, что там есть ограничения, и я писать не стала о нем. Но был автор, который взял мою идею и опубликовал. Когда я в комментариях это прокомментировала, указала, что данный гражданин, у него наложены авторские права, и вот тут возник спор. То есть вы разобрались с этим спором, да? Я осталась на своем мнении. Автор, который опубликовал свой репост, он остался на своем мнении. Он остался на том, что можно публиковать. Я считаю, что нельзя. Да, такой интересный опыт о том, что могут вырывать идеи, и нужно такие вот вопросы решать. И хорошие рекомендации для студентов. И на этой ноте мы завершаем наш эфир. Мы сегодня поговорили о гражданской журналистике. У нас в гостях сегодня была Юлия Коктуненко. Спасибо, что к нам пришли. Радио Бум. Большая перемена подошла к концу. С вами ее ведущая Долгор Церинжапова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова